пауэрлифтинг занятия для сильных людей для одних это спорт для других образ жизни сегодня мы будем в гостях у нашего старинного друга вице-президента федерации пауэрлифтинга рав 100 процентов спортсмена тренера и просто хорошего человека бедра тищенко тут все олдскульно стиле эпохи арнольда шварценеггера о здрасьте хочу задать тебе очень важный вопрос сколько лет твоей бороде 2013 с 2013 это ты начал профессионально заниматься или как чем это связано значит он просто периодически начинала расти встреч было как-то лень и она потихоньку начала расти потом я сбрил а потом она уже второй раз начало так глобально расти ну как-то пошла 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 и решил я просто тут нет такого как узнаешь как он мифологического героя когда вся сила его было в волосах у тебя в бороде нет такой сильнее я пробовал взрывал силы остается сколько вообще-то занимаешься этим видом спорта с 2003 года с 2003 года уже выступать начал заниматься поэтому и на сегодняшний день ты мастер спорта международного класса до в разных федерациях по-разному в большей части мастер спорта международного класса весовая категория какая начинал с 52 сейчас 67 с половиной как ты пришел в этот спорт неожиданно пришел вообще я занимался боксом и единоборствами там начинают с детства и так получилось что случайно попал секцию но даже не секция просто попал на урок физкультуры который вел преподаватель по пауэрлифтингу ну вот он так доглянул предложил выступить на соревнованиях ну соответственно я отказался почему не отказался почему не выступить вот это вот были первые соревнования весовая категория до 52 килограмм это чемпионат вузов был в 2003 году ну и дальше как то так оно пошло пошло или наверное уже с осенью бросил бокс и полностью шел на пауэрлифтинг сейчас продолжаешь выступать до продолжаю последний раз выступал год назад такой небольшой перерывчик сейчас был но надеюсь что в этом году еще буду выступать ты и выступаешь и тренируешь что сложнее выступать самому или наблюдать как выступает твой воспитанник наблюдатьnoon 6 у меня по refugees а что ведь а что интересноWow ступать интереснее и наблюдать интересно назад сложнее потому что когда выступаешь понимаешь что все полностью зависит от тебя ты как ты в этом сконцентрирована и стараешься сделать все вот зависящее от тебя когда выступает в вас питание то тут уже приходится волноваться. Как-то вот более это проходит волнительно и сложнее. Ты вице-президент федерации пауэрлифтингара в 100%. Как пришла идея основать эту федерацию? Ну, основал ее не я, конечно. Федерация основана, международная федерация основана в 99-м году по Ламбосе в Америке. В Украине она аффилирована с 2010 года. Стас Третьяк этим вопросом занимался. В 2010 году прошел первый чемпионат Украины. И дальше уже потихоньку-потихоньку федерация начала развиваться. И на сегодняшний день мы имеем большое количество соревнований по Украине в течение года. Очень давно с тобой знакомый, еще при первом нашем знакомстве с тобой, я тебе задал вопрос, что такое RAF. Ты мне обещал рассказать. Да. Но в переводе с английского RAF переводится как сырье, средств. И применительно к пауэрлифтингу это можно понимать как безэкипировочный пауэрлифтинг, то есть сырой пауэрлифтинг, в котором отсутствует вся вспомогательная экипировка. И там вплоть до, наверное, 2011 года соревнования проходили даже без кистевых бинтов. И только в дальнейшем они уже были разрешены. Поэтому вот это такая была единственная федерация, в которой нет ни коленных бинтов, ни кистевых, только вот пояс и спортсмен на помосте. По твоему мнению, должен человек обладать какими-то данными для того, чтобы заниматься пауэрлифтингом? Ну, человек должен обладать данными для того, чтобы заниматься любым видом спорта. То есть кто-то более генически предрасположен, кто-то менее. Но работа, я думаю, что, ну я уверен в том, что труд и желание, они могут компенсировать недостатки в гиночке. Я занимаюсь пауэрлифтингом уже 7 лет. От своих знакомых я узнала, что есть федерация пауэрлифтинга в 100%. Решила выступить, пришла на соревнованиях. Мне очень понравилась организация соревнований, уровень соревнований, большое количество сильных спортсменов. Петя Тищенко очень хороший человек, очень профессиональный тренер и организатор соревнований. Мне очень понравилось у него выступать, достойный уровень. И я решила у него выступать постоянно, мне очень понравилось. На сегодняшний день я являюсь мастером спорта международного класса по паверлифтингу в трайборе, в жиме лёжа установила рекорды и в паверлифтинге в 48-й категории, а я стала абсолютной чемпионкой, и также я в жиме лёжа выступила и стала абсолютной чемпионкой также, и в тинейджерах, в юниорах у меня есть свои рекорды. Сам момент подготовки к соревнованиям, он разбивается на какие-то этапы, там, допустим, сначала какие-то упорные тренировки, потом более такие расслабленные в режиме? Как это всё происходит? Ну, есть разные методики подведения к соревнованиям, то есть каждый использует что-то своё, кто-то там проценты высчитывает, кто-то просто разбивает по периодам тренинга, поэтому это зависит конкретно от тренера, от спортсмена. Если применительно к соревнованиям, вот, допустим, мы готовимся к соревнованиям, заниматься нужно круглый год или нужно делать какие-то перерывы? Круглый год, просто периодизация идёт, лёгкие-лёгкие тренировки, тяжёлые тренировки. Что по питанию? Ну, паверлифтинг, конечно, он менее требовательный к питанию, это не бодибилдинг, которым всё зависит от того, как ты питаешься, поэтому тут один вопрос, влазишь ты в весовую категорию, либо не влазишь. Если не влазишь, соответственно, питание вырезаешь, если влазишь, то, ну, конечно, преимущественно белковая пища, она необходима. Ну, а именно для силы там ещё что-то? Ну, обычное, обыкновенное питание. Твоё отношение к спортивному питанию? Положительное. То есть, ну, без него, конечно, подготовки не возможно. И витамины, и для восстановления организма, для всего. А аминокислоты, всё это не просто. А что касается допинга стероидов? Это отрицательное, у нас федерация бездопинговая. Стой! Вот почему нельзя переступать штангу? Ну, это на самом деле тут ничего мистического. Штанга – это снаряд, который ты должен уважать, и, соответственно, если ты его переступаешь, ну, это как бы подчёркивает твоё неуважение к нему. И, ну, сейчас к этому более лояльно относятся, а в прошлом мы подходы могли не посчитать из-за этого. То есть, если спортсмен выполнил, допустим, становой тяги и успешный подход, потом переступил штангу, могли показать прекрасно. А ты когда стал вице-президентом? Вице-президентом с 2015 года. До этого я был просто региональным представителем Харьковской области. А соревнования здесь проводились? Соревнования начали проводиться с 2011 года. Прошёл первый чемпионат Харьковской области по безэкипировочному жиму. И это было, в принципе, первое соревнование по безэкипировочному пауэрлифтингу в Харькове. Потому что Национальная Федерация таких соревнований ещё не проводила. И мы вот в Харькове собрались и решили провести всё-таки первый такой чемпионат для поклонников именно безэкипировочного пауэрлифтинга. Ты организацией соревнований занимаешься сам, насколько я понимаю? В данный момент да, но в 2011 году у истоков Харьковской Федерации стояло три человека. Это я, это Сурпаш Бомадгиреев и Денис Погорелов. А есть какая-то спонсорская помощь? Кто-то помогает вообще финансово в организации? Редко, редко очень помогают. Да, компания Басворд Уилл помогала, компания Ямаха помогает. Сейчас будет представлена киевская компания Дмитрия Нечунаева. Ну, как правило, эти деньги все идут на награждение спортсменов, то есть это такой призовой фонд для абсурдной категории. Дальнейшие планы Федерации? Расширение, развитие. У нас ещё не во всех областях есть представители, поэтому мы приглашаем представителей из других областей к сотрудничеству с нами. Ну и, соответственно, привлечение иностранных спортсменов на соревнования в Украину. А за рубежом есть отделения? Да, конечно. 14 стран аффилированы в РАВСТОМ. За рубежом планируется проведение каких-то соревнований? Выездные, например? Соревнования проводятся. В Америке очень много соревнований проводятся. Ну, просто так получается, что пока никто не ездит. Что нужно для того, чтобы выступать на твоих соревнованиях? На соревнованиях, которые организованы твоей федерацией? Подать заявку и прийти на взвешивание. Я так понимаю, на соревнованиях федерации пауэрлифтинга в 100% выступают достаточно сильные спортсмены. Устанавливают рекорды. Рекорды Украины и, наверное, рекорды мира. Можно кого-то выделить из особо выдающихся федераций? В каждой дисциплине, конечно, у нас есть свои звёзды. И я скажу, что рекордная сетка очень сильная. Конкретно выделять каких-то спортсменов я не стану, потому что достаточно открыть рекорды Украины и посмотреть, что в каждой весовой категории Open Record – это рекорд, который в некоторых категориях будет даже выше, чем во всех остальных федерациях. Ваша федерация не ограничивает выступление спортсменов других федераций? Нет, конечно. Мы живём в свободной стране, и все спортсмены свободны, поэтому я не вижу каких-то проблем в связи с тем, чтобы спортсмен выступал там, где он захочет. Наоборот, человек должен выступить там, 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 выбрать для себя лучше и понять, где ему комфортнее выступать. Что бы ты хотел пожелать начинающим спортсменам, вот которые решили заниматься именно пауэрлифтингом? Пойти на бокс. Но это не в кадрах. Нет, это ещё нормально. Начинающим спортсменам пожелать, конечно, упорства, не опускать руки при возможных каких-то первых неудачах, потому что весь результат он зависит от того, насколько ты трудоспособен и насколько велико твое желание достигать поставленных целей. Ну, ограничений по возрасту, я так понимаю, нет никаких. Можно начинать в любом возрасте. Вот у нас пример, да, дедушка у нас выступает на соревнованиях. Сколько ему лет? 32-го года рождения, да, установил рекорды федерации, конечно, в своей возрастной категории, но, тем не менее, пожал очень достойно, и даже некоторые юниоры столько не жмут, сколько пожал дедушка. Хочу пожелать всем спортсменам здоровья, в первую очередь. Результатов, конечно, все первыми быть не могут, но нужно стремиться всегда быть лучшим, вне зависимости от места на пьедестале. То есть, в первую очередь, пауэррифтинг – это вид спорта, который подразумевает под собой работу над собой, борьбу, в первую очередь, с самим собой. И даже, возможно, кому-то окажущийся минимальный результат, он для человека может значать очень много. И в плане работы над собой он может даже стоить дороже, чем первое место на каких-то престижных соревнованиях. Приглашаю всех на соревнования федерации рав 100%, принимать участие, пробовать свои силы и достигать результатов. Петя Тищенко постоянно мотивирует меня на соревнованиях, поддерживает, помогает, предоставляет моральную поддержку очень большое. Спасибо ему большое. Желаю ему здоровья, развиваться как спортсмен, как человек, как тренер, развивать свою федерацию, чтобы больше возможностей у него было и больше всего людей приходило в нашу федерацию рав 100%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова